Практически нет людей, которые за всю свою жизнь никогда не врали. Оказывается, и знаменитости обманывают своих поклонников, причем подобное бывает нередко. Ведь для звезд важно создать хороший имидж, потому как он будет привлекать фанатов. Эта знаменитость и толкает на обман прессы, но рано или поздно все узнают правду. Когда выявляется вранье, то звезды попадают в неловкое положение и иногда складывается ощущение, что им все равно. Как правило, это приводит к нехорошим последствиям. Знаменитости врут не только поклонникам, но и друг другу. Бывает такое, что звезды так часто лгут, что перегибают этим палку и разочаровывают людей. Как только Перрис Хилтон была отправлена в исправительную колонию за то, что нарушила испытательный срок, она начала распускать различные слухи. Оказалось, наказание у нее из-за того, что была пьяная за рулем машина. Дала слово она Ларри Кингу, что как только она выйдет из тюрьмы, то перестанет употреблять алкоголь и не будет допускать таких глупостей. Перрис Хилтон сказала, что она хочет заняться благотворительностью в пользу детей, которые живут в нищих городах. Но на деле это оказалось все пустыми словами, так как знаменитость не исполнила того, что пообещала. Блондинка так и продолжает заниматься своими делами, и ей все равно, что о ней думают люди. Поклонники уже и не ждут, что она когда-нибудь посвятит себя благотворительности. Бритни Спирс достаточно долго говорила своим поклонникам, что она до сих пор еще девственница. Большое количество фанатов верили в это и даже восхищались подобным целомудренным решением. На самом деле первый партнер был у нее не Тимберлейк, а спортсмен футбольной сборной. Причем случилось это еще в школе. Об этом говорит сама мама Бритни Спирс. Вот с Джасином, оказалось, все произошло куда позднее. Примерно через пару лет. Через какое-то время Тимберлейк сам рассказал, что он и Бритни Спирс был не первым партнером. Поклонников разочаровало то, что их обманывали, тем более в таком личном вопросе. Они, конечно же, не оценили подобный поступок со стороны Бритни Спирс, но из-за этого не пострадала ее популярность. Как оказалось, разговоры о невинности были лишь пиар-ходом. Линдси Лохан практически всегда врет, поэтому и считается в Голливуде самой большой вруней. Актриса обвиняется в том, что дала ложные показания после того, как произошло ДТП, в котором участвовала Лохан. Знаменитость говорит, что не она управляла машиной, но полиция не верит в это. Звезда даже наняла дорогостойчивого адвоката, но даже он не уверен, что сможет ей помочь. Линдси врет постоянно и во всем. Поклонники не могут понять, почему она так себя ведет. Некоторые думают, что так она пытается привлечь внимание к себе. При этом актриса успела уже разочаровать многих людей, даже своих близких людей. Никто уже не верит в то, что она однажды начнет говорить правду. Виктория Бекхэм постоянно врала о том, что не делала пластические операции. Но как можно оставаться в хорошей форме, родив при этом четверых детей? На лице у нее не видно никаких морщин и кожа гладкая. После пластики черты лица у нее стали изящные. Тяжело не заметить то, какая грудь стала у Виктории. И это все благодаря пластическим операциям. Знаменитость не выходит на публику без косметики. Звезде уже 46, но у нее замечательная и красивая фигура. После того, как девушка родила детей, то она сбросила вес. И на момент публикации этого видео весит 45 килограмм. Всем давно известно, что знаменитости любят убавлять свой возраст. Ники Минаж говорила все время о том, что она младше на 2 года. Поклонники все еще думают, что звезде 37 лет, а ей на самом деле уже 39. Понятное дело, что через какое-то время правда была раскрыта. Причем произошло это совсем случайно. Она в 2011 году была доставлена в полицейский участок, там она и рассказала всю правду о своем возрасте. Когда поклонники узнали о том, сколько ей лет, то они были удивлены, что их все это время Ники Минаж обманывала. Но, конечно же, это не настолько большая ложь, чтобы перестать восхищаться творчеством певицы. Анжелина Джоли рассказала о том, что в ее крови индийские корни. Поклонники такому заявлению очень удивлены. Но, чтобы не верить звезде, никаких причин не нашлось. При этом произошло такое событие, что отец Анжелины раскрыл всю правду. Он точно утверждал, что никаких индейцев в их семье не было. Знаменитость думала, раз соврет об этом, то вся ее родня будет выглядеть в глазах поклонников привлекательнее. На самом деле, отец у нее словацких и немецких корней, а вот мама – голландских и франко-канадских. Считается, что женщина самая прекрасная на свете, если имеется у нее в крови несколько народов. Бейонсе никто не подозревал во лжи, но оказалось, она довольно много врет. Она очень популярна в музыке и не говорит о том, как она вкладывается в написание текстов песен. Никогда не признает то, что это ее слова, а не других людей. Такое ощущение, что всем на это все равно. Самое главное, что поклонникам нравится, как она поет, а также они ценят ее прекрасную фигуру. Ее песни и альбомы продаются достаточно быстро, а вот на концерт билеты бывает тяжело достать. Она не такая милая и добрая, как это можно по ней сказать. Знаменитость не один раз ловили на вранье, и это явно было не без основания. Майли Сайрус в 2013 году рассказывала, что на днях стала невестой и вышла замуж за актера Лемы Хемсворта. Но, как оказалось позже, то, что говорила знаменитость, совсем не соответствует действительности. При этом уже в 2017 году Сайрус тайно сыграла свадьбу и сообщила своей семье об этом за час до церемонии. Как говорят друзья Майли и Лема, молодожены не надевали традиционные наряды. Но зато вечеринка прошла удачно. Актриса во время клятвы не смогла сдержать слезы счастья и сильно расплакалась. Поклонников такая новость о свадьбе практически не удивила. Майли Сайрус не хотела, чтобы знали об этом все люди. Она предпочитает держать такое в тайне. Все поклонники думали, что Дженнифер Лопес родилась в 1970 году. Она хотела выглядеть моложе еще в самом начале карьеры. Поэтому везде и всем говорила ложную информацию о своих годах. Она хотела выглядеть на год моложе. Ложь была раскрыта еще тогда, когда актриса была с рэпером Пи Диди. Оказалось, что Дженнифер Лопес родилась в 1969 году. Всего лишь на год она обманула поклонников, но неприятный осадок у них остался надолго. Практически все знаменитости любят набивать себе цены, чтобы хорошо выглядеть для поклонников. Но зачем нужно говорить о том, что у тебя имеется свой частный самолет, если это совсем не так? Ведь Пав Диди в этом убеждал всех поклонников, и ему большая часть людей поверили. Оказывается, что знаменитости очень любят врать о том, чего у них нет. Чтобы казаться в чужих глазах такими богатыми и успешными. Пишите, что думаете вы, дорогие зрители. Ставьте лайк и, конечно, будьте с нами. С радостью примем в свою дружную семью новых подписчиков. И пусть вас всегда окружают добрые и честные люди. Не прощаюсь!